Говорят, что Ной был первым бизнесменом на свете. Причем свое дело он основал, когда весь остальной мир находился в процессе ликвидации. Правительство нашей страны одной рукой душит бизнес, а другой субсидирует. В Госдуму внесли поправки в закон о микрофинансовой деятельности. Предполагается увеличить до трех миллионов рублей предельный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при сохранении действующего предельного размера микрозайма для физических лиц в размере одного миллиона рублей. Чиновники считают, что увеличение предельного размера микрозайма позволит предпринимателям открывать и развивать свой бизнес, а также реализовывать новые проекты, особенно в производственной сфере. Да только эти микрозаймы по 30% годовых отдавать надо, и вот тут у бизнесменов могут возникнуть проблемы, особенно после уплаты всех положенных налогов. Во втором квартале 2015 года темпы выдачи новых розничных кредитов продолжили сокращаться. Однако относительно первого квартала масштабы падения немного снизились во всех сегментах, кроме ипотеки. Вместе с тем наметилось также улучшение качества действующих кредитов. За второй квартал сократился рост просроченной задолженности, особенно в потребительском сегменте. Сами заемщики стали более позитивно оценивать свои доходы. По результатам опроса в феврале 40,4% респондентов отметили, что их доходов хватает только на еду и одежду, а в июль таких оказалось 31,3%. Сами исследователи считают, что это лишь субъективное восприятие ситуации. Курортный сбор у России введут не раньше 2017 года. При этом основными препятствиями для его введения заинтересованные ведомства называют законотворческие и бюрократические необходимости. В то же время саму необходимость введения такого сбора обосновывают усилением антропогенной нагрузки и поиском источников средств на поддержание в удовлетворительном состоянии инфраструктуры в условиях ограниченных региональных бюджетов. На эти благие цели предполагается взимать с каждого туриста от 50 до 100 рублей за день проживания. Туроператоры надеются, что эту идею вообще тихонько похоронят. А на сегодня это все. Хороших выходных!